Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 18 июля 2017 года, вторник, по одному из старинных 17-й день месяца получения даров природы 7525 лета. Кстати, кто отмечает праздники по этому древнему календарю, календарю, тех поздравляю с Днём Земли Святой Расы. Мы же говорим в сегодняшней нашей передаче про информационную войну и манипуляции сознанием. Причём информационная война и манипуляции сознанием не как в предыдущих передачах что-то древнее и старое, а вот современное, то, что сейчас происходит, сейчас у нас прям перед носом и так далее. А автор-сказитель Фиденко Леонид Григорьевич. Ролик на YouTube сброшен, поэтому Светлану я прошу передать её в YouTube-канал и в чат нашего радио для того, чтобы наши слушатели и зрители могли потом посмотреть этот ролик. Итак, кстати, вот мы тут про реку слушали, песню. Недавно был выложен интересный коротенький ролик о том, как вода поднимается в небо. Вот я знаю, что вы разместили тоже его у себя на канале, и он размещен у нас на канале. Достаточно интересное явление, когда просто облако, как пылесос, водосос всасывает в себя воду, это поднимается из леса в облако. Обычно мы видим, когда идёт дождь, то вода сыпется сверху, а в этот момент ещё шёл дождь, а тут пролетающее облако собирает воду. Вот что можете вкратце сказать? Не фальсификация ли это? Может быть, какая-то там съёмка наоборот или ещё что-то? Вообще, ролик мне очень понравился. Потом я не считаю, что... Алексей, я как бы вам доверяю, что не думаю, что вы сделали фальсификацию. Это раз, во-первых. Во-вторых, это даже по съёмке видно, что там нет никакой фальсификации, потому что там на самом деле подъём влаги идёт в облако. Так вот, это как раз замечательный ролик в плане подтверждения того, что совершенно отсутствует понимание у наших учёных, так сказать, в нашей цивилизации, каким образом происходят процессы в метеорологии. То есть, ну, вы сами, так сказать, каждый день сталкиваетесь с этими ежедневными проблемами, когда мы слушаем метеорологов, они рассказывают нам сказки, и после этого, значит, что-то сбывается, а что-то не сбывается. И обычно чаще всего все прогнозы не сбывались. Я этим вопросом, к ролику я ещё чуть-чуть позже вернусь, а по метеорологии несколько слов скажу. То есть, современная наука считает, что она что-то знает о метеорологии. Хотя в советское время, как и отечественная, так и зарубежная метеорология, а я этот вопрос как бы параллельно интересовался в своей жизни, особенно когда уже, значит, с 94-го года я в интернете, когда появился Рунет наш, то анализируя, значит, иностранные сайты, а первый раз это был, по-моему, Интеркасс называется, этот сайт, который метеорологический, то единственное, что я увидел, это максимально, что могли более-менее точно дать прогноз современные, как зарубежные, так и наши метеорологи, это на три дня, не более. При этом всё время метеорологи жаловались, говорили, ой, нам не хватает, значит, компьютеров современных, мощных, мы не можем, значит, обсчитывать, а входной информации очень много, там и давление, и скорости ветра. Ведь в советское время было, кто не знает, было не только обычная метеорология, но и военная метеорология. И, значит, во время перестройки и 90-х годов так называемая военная метеорология и обычную метеорологию разрушили, ну, как и многое, и пришлось опять фактически создавать многие, так сказать, базы метеорологические, особенно на севере, на крайнем, и в других отделённых местах заново. А ведь вся метеорология базировалась на, значит, огромной сети вот таких метеорологических пунктов, где постоянно проводили наблюдения и записывали их и передавали в центр метеорологи, которые трудились, люди, влюблённые в своё дело, давали, кстати, посвящали этому свою жизнь. И это дальше вот эту всю огромную информационную базу, которая приходила, обрабатывалась в очистительном центре и на основании соответствующих моделей и программ, которые были у метеорологов. А, как вы сейчас знаете, ну, а я-то в силу своих, своей профессиональной деятельности знаю об этом давно, и специальность у меня ещё была в Институте расчёта и проектирования интегральных микросхем, то есть связана с расчётом на… Так вот, все современные модели, которые сейчас существуют, 3D-модели, и на базе их там различного рода принтеры, которые изготавливают вплоть до домов, то есть в основе этого всего лежит представление о каком-то процессе, которое реализовано в виде математической формулы или какого-то описания математического, на базе которого создаётся модель. И чем точнее с точки зрения математики полнее будет описана эта модель, тем, в частности, метеорологии будет более точный прогноз. И вот метеорологи Советского Союза и после перестроечной всё время говорили, дайте, дайте нам мощные компьютеры. У американцев появились компьютеры Крей, дайте нам Крей, закупили, дали им Крей, и толку вы видите никакого. Так вот, возвращаемся к ролику. Крей, который Алексей снял, значит, где, кто видел этот ролик, там на самом деле видно, что при прохождении облака над территорией идёт, обычно мы наблюдаем, идёт дождик, и такая полоса, как, значит, вода льётся вниз. А здесь мы видим обратный процесс, как бы влага затягивается в облако. Вот этот процесс невозможно объяснить с помощью точки зрения современной науки. но достаточно просто объясняется с точки зрения новых знаний, которые, значит, дал известный, которых я периодически говорю в своих беседах, это знания русского учёного Николая Левашова. Так вот, с точки зрения его книг «Неоднородная вселенная» там всё достаточно понятно. Я могу дать это объяснение, потому что я изучил этот фундамент. И другой вопрос, поймут ли меня те слушатели, которые не изучали эти знания. Здесь… Ну это вопрос про такое, риторический, если они прочитают, тогда хотя бы можно будет о чём-то говорить. Это вопрос, да. А я, по крайней мере, ответ знаю. И я могу его даже озвучить. Но я думаю, для большинства, кто не читал, не изучал Левашова, это, ну, знаете, эффект никакого не даст. Обвинят автора, давшего ответ в очередном словоблуде, как иногда пишут в комментариях определённые люди на форумах. Вот. А в принципе это совершенно чёткое объяснение, потому что, значит, те люди, которые читали Левашова и, значит, поняли многое из этого, там ситуация такова, что в природе всё неоднородное пространство. А наша наука современная на планете Земля считает, что всё однородно. И только где-то, где-то в космосе есть какие-то неоднородности. Но это они так считают, потому что вынуждены как-то объяснять снимки, которые сделали телескопы, стоящие на Земле или, допустим, расположены, как Хаббл в космосе. И видят там эти неоднородности и говорят, что да, есть неоднородности. Вообще-то неоднородность везде. И вот такие же неоднородности, а поскольку всё в динамике в природе, то эти неоднородности возникают, потом исчезают, появляются новые и так далее. И вот всё материи, которые существуют, как первичные материи по-любашему, так и гибридные, они движутся согласно законам космоса с точки зрения Левашова с учётом мерности, от большей к меньшей. И вот как раз то, что заснял Алексей, говорит о том, что у поверхности Земли, видимо, по разным причинам, какие мы уточнять не будем, сформировалась мерность, которая значительно больше, чем в облаках. И влага пошла по тому пути, как автор написал, что как этот водосос. То есть дождь не проливался, а стал, наоборот, влага затягивалась. Потому что потоки первичных и гибридных материй, которые постоянно циркулируют на нашей планете, потому что в предыдущих передачах мы говорили, что наша планета это не физически плотное тело, которое мы видим одно. Она состоит из... То есть физически плотное вещество образовано из семи первичных материй. Семь первичных материй это наш свет. А есть еще шесть гибридных материй, которые состоят из шести первичных, из пяти гибриды, из четырех, из трех, из двух. И вот в той неоднородности, а постоянно значит, в неоднородности, которая образуется, там процекают материи. А как я рассказал, больше минус и меньше. И поскольку этот процесс динамический и все меняется, то происходит и синтез одновременно и распад материи, то есть материи гибриды распадаются и синтезируются. И вот эти все процессы и происходят в определенной неоднородности. Ту неоднородность, которую заснял Алексей, значит, у поверхности в той зоне, где фото, а ролик был снят, там наблюдался процесс, когда мерность у земли была гораздо больше, чем у облаков. А обычно наблюдаем процесс обратный. И когда обратный процесс, то идет дождь, а здесь влага засасывалась сверху. Вот такое объяснение. Те, кто хочет найти это облако, видео на это облако, наберите просто в любом поисковике облако, пылесос, водосос или вода, поднимающаяся, дождь наоборот, вода, поднимающаяся в облако, вот эти поисковые ключевые слова, и вы найдете. А по поводу фальсификации и фальсификации, те, кто внимательно, вот там некоторые уже у нас были разборки, те, кто внимательно смотрел, они увидели, что на камере появляются капельки дождя ближе к концу. То есть если бы это снималось все, то капельки дождя бы изначально уже там висели, они бы не появлялись, они бы исчезали, если в обратную сторону крутили. А здесь они появляются сначала одна, потом вторая, третья. То есть в этот момент шел дождик, моросил дождик на этой всей территории, но при этом, несмотря на то, что дождик уже моросит, вот это облако, как летающая тарелка, как будто бы она собирала влагу, шла и просто всасывала в себя воду и двигалась над этой площадью километров, наверное, три или четыре, оно прошло над этой площадью и все собирало. Пока я сходил за камерой, пока что. Совершенно верно. Пока мерность менялась, менялась, потом она изменилась, и этот процесс прекратился. То есть что такое мерность? Это качественные условия той неоднородности были такими, что они способствовали тому, что был синтез и потоки материи сошли туда, а не дождь. Хорошо. Итак, у нас вопросы накопились. А, да, кстати, еще хотел напомнить, еще продолжим. Я хотел просто еще маленькое вступление. Дело в том, что иногда я встречаю, интересуюсь, как появляются ролики, на каких каналах, нет ли там нарушения. То есть часто встречаю такое, что убираю заставку, начальную заставку конечную, и люди просто не знают, где этот ролик был снят и где этот ролик происходил. такое, на мой взгляд, нечестное занятие. Оставляют только саму суть, а вступление в Народное Славянское радио и окончание убирают. Нет ни ссылок, ничего. Но вот это, на мой взгляд, показатель того, люди в цивилизации живут или все-таки они хотят в державность уже переходить в иное состояние своего духа и души. И еще я замечал, что часто, если ролик какой-то такой злободневный, ну вот были у нас несколько роликов про Ивана Павловича Немывакина, и люди стали писать свои вопросы в редакцию Народного Славянского радио совершенно на других сайтах, которые к Народному Славянскому радио никакого отношения не имеют. Ну вот популярные каналы, хорошие, замечательные, они там разместили что-то у себя, а люди пишут вот круто, вот уважаемая редакция, вы сделайте вот это, вот это, напишите тому-тому, совершенно не подозревая о том, что вот к этому каналу, где смотрится ролик, где люди наблюдают ролик, мы никакого отношения имеем, мало того, мы даже не читаем эти сообщения, потому что отследить тысячи роликов, которые распространяются на других каналах, мы просто не можем. У нас есть канал Народное Славянское радио в Ютубе, и там вы можете писать, мы будем как-то реагировать, а на других мы просто физически не успеваем просмотреть, из-за того, что там плохие такие. И то же самое есть сайт, там есть форум обратной связи, задавайте вопросы. Это такое отступление. Итак, продолжаем. Продолжим по информационной войне. Вот мы сейчас рассмотрели момент, когда идет информационная война в части извращения и сокрытия знаний о космосе, о реальном мироздании. Кроме того, на предыдущих передачах у нас очень много было посвящено передачи фальсификации и прочее. Говорилось о том, что информационная война направлена на то, что извратить все прошлое. И нам это прошлое извратили, нам создали историю в 1150 лет и переписывают историю, уже историю. Ты, кстати, я употребляю слово «история», хотя не очень тебя люблю, но такое вообще распространенное слово. Значит, последние 70 лет. И вот я вам просто сейчас приведу артефакт, который не то, что артефакт, а информацию, которую, возможно, многие и не знают. Ведь это старая информация. В 2003 году была война в Ираке. Соединенные Штаты организовали войну. И война вроде была за нефть против Саддама Хусейна и так далее. А в Иракском национальном музее в Багдаде была полностью уничтожена научная работа, которая велась последние 100 лет. Об этом написали в статье. И об этом сообщал, значит, написал свои заметки тогда директор Иракского департамента исторических памятников и наследия. И вот с его слов, когда провели осмотр музея сотрудники, то обнаружили, что они нашли профессиональные стеклорезы, которые были оставлены грабителями. То есть подготовились грабители. И грабила музей не просто толпа, а люди, знавшие, что им нужно оттуда взять. И как пишет этот руководитель государственного департамента исторических памятников, ни одна гипсовая копия, которая хранилась в музее, то есть из гипса копии, не было тронута. Видите, какие грамотные были воры. Брали только то, что представляло историческую ценность. И сначала американские войска, там, батальон, взяли под охрану не национальный музей, а этот, как его, министерство нефти. И вот этот, значит, чиновник, глава Иракского департамента государственного исторического памятника, и в своем интервью тогда я сказал, что, значит, вы пришли, ребята, слишком поздно, когда пришли, значит, охранять, значит, американские офицеры. Мы просили защитить музей от разграбления, а американские танки стояли напротив, а толпа мародеров была за забором музея. Но американцы отказались прийти на помощь и дали грабителям ворваться внутрь. В результате, что мы потеряли, говорит этот чиновник? Мы потеряли то, что составляет достояние всего человечества, бесценные шедевры искусства, уходящие в глубину веков на 5-6 тысяч лет тому назад. экспонат. Но это не главная фраза. Там перечисляют еще какие украшения, какую-то ритуальную вазу, которая относится к 4000-летней до нашей эры. И украина было более 170 тысяч экспонатов. Извините, вернее, собрано в этом национальном музее было более 170 тысяч экспонатов. Но самое главное, воры или грабители, как их назовем, они знали, что где лежит и шлиц или направлено. А толпу, помните манипуляции сознанием, все подобные вещи делаются под соответствующим психическом состоянии. Толпой управляли, а те под прикрытием толпы те паразиты, которые грабили, делали свое дело. Так вот, сейчас я вам зачитаю самую главную фразу из этой заметки. Цитирую. В отличие от зарубежных музеев, я читаю про национальный иракс и национальный музей, где было собрано более 170 тысяч экспонатов. Цитата. В отличие от зарубежных музеев, где хранятся отдельные предметы истории Месопотамии, Иракс и национальный музей единственный музей в мире, в котором были собраны свидетельства непрерывной истории этой страны на протяжении последних 500 тысяч лет. У какого Ирака, Ирана и прочей Персии была история 500 тысяч лет. То есть была разграблена попытки, и не попытки, а факт, это воровали артефакты, чтобы скрыть историю нашей ведической цивилизации. Ведь известно известно, что наши предки колонизировали планету 650 тысяч лет. И вот эти артефакты, видите, были задокументированы, еще раз читаю, в Национальном Иракском музее, единственный музей в мире, в котором были собраны свидетельства непрерывной истории этой страны на протяжении последних 500 тысяч лет. В нем представлены коллекции доисторического, шумерского, ассирийского, вавилонского и исламского периодов. А это все цивилизации, которые создали наши предки Славяно-Арии, о котором мы говорили с вами в предыдущих беседах, когда в частности Персидская империя в которые входил Ирак, она была создана выходцами из Дравидии после второго Дравидского похода нашими предками, когда часть наших предков ушла не к себе на родину в Беловодье, а ушли на Запад. И в истории это отражено, мы уже говорили на эту тему, как выход всех народов из Индии, всех языков индо- иранских, индо-европейских. Вот этими народами были русы, которые создали все цивилизации и Месопотамии, и Шумерской утилизации, и Осирийскую, и Вавилонской периодов. Вот вам еще один пример, как ведется информационная война, то есть уничтожаются, воруются, уничтожаются артефакты ведического прошлого. Представляете, а там было за 500 тысяч лет. Вот вам факт, что цивилизация ведическая наша существовала 500 тысяч лет минимум. Дальше. Информационная война ведется не только на этих фронтах, ведется со всем русским. это вы знаете не хуже меня. Она ведется на уровне, начиная языка, музыки, наших различных нашей культуры русской, включая моду, больше вы не видите русских костюмов, по улицам мало мы видим русских костюмов, только люди ходили в русских костюмах. Есть, кстати, когда-то, помню, в интернете встречалась мне статья интервью с Зайцевым, известным модельером, вот, который пытался продвигать русскую моду, но здесь сплошная война. вот так нас, а ведь мы, русы, составляем официально большую часть населения Российской Федерации. И по всем международным законам, которые существуют, у нас не многонациональное государство, а государство русов, где 80% составляют русы. А если говорить о информационной войне с русским языком, то мы все русы, а не русские. Русские слова появилось после так называемой Великой Русской Революции, которую сейчас начинают обсуждать в преддверии 7 ноября будет столетие дата отмечаться, Великой якобы Русской Революции, к которой русские фактически не имеют никакого отношения. Так вот, после этой так называемой в кавычках Русской Революции появились в русском языке куча проблем в связи с реформами. Никогда в русском языке не было сдваяния согласных. И русский писался рус с одним С, русский писался с одним С. И вот сейчас, например, идет война за букву ЙО. И вы видите, как ЙО, а точнее, если читать, как написано в интернете и во многих других изданиях, ЕЕ, ЕЕ, не ЕЕ, а ЕЕ, уничтожают. А началось это мощное уничтожение буквы ЙО с развитием компьютерных технологий. Мало кто знает, а вот у нас, так сказать, так сказать, как бы так говорится, имел отношение к созданию первого персонального компьютера отечественного, ВК-01. И вот там клавиатура была. ведь раньше, ведь компьютеры как создавались? У компьютера есть клавиатура. Она, клавиатура, создавалась на базе, чтобы было удобно. Раньше были печатающие машинки. Человек раньше печатал. Вот кто знает, кто работал, так сказать, застал, я застал и еще в 70-м году научился, может быть, чуть раньше научился печатать печатающие машинки. Молодой 69-м, наверное. То есть, когда человек печатает, особенно профессионалы, они же слепую печатают, то строго буква Й на печатающей машинке имела четкое положение в правом нижнем ряду справа в нижнем ряду. Вот как если на компьютере сейчас передо мной смотрю на клавиатуру рядом с буквой Ю вправо. А сейчас она где? В левом верхнем первое. И вот так ее вывели. И вывели не случайно. Видите, как грамотно вывели. Как проделана незнанадобностью. Вот разговаривая с профессиональными машинистами, которые переобучились на компьютере, не уж в возрасте многие научились тогда еще, испытывали большое неудобство. Вот из-за того, что они же вслепое печатали, машинистки, а тут буквы Й нет. Значит, если нажимает он на клавишу, а там вместо буквы Й совершенно другие символы выскакивают. Понимаете? Ну, это проблемы для машинисток, а ведь для русского языка замена буквы Й на Й это ведет к чему? К изменению образа. Наши слова образные. И я просто проверял на детях такие вещи. например, как вы воспримете, допустим, такое предложение? Я, к сожалению, написал, а сейчас где-то затерял. Но смысл такой, допустим, если я сейчас на слух просто вам произнесу предложение, а вы и буду читать, как написано. А написано, где Е, где Й, там же написано Е, я так и буду читать. Значит, вот, ну, по памяти, так, я его сам придумал, сейчас буду походу придумывать опять. Семен Семенович Петров идя по скверу в королеве, выйдя из темного места на освещенную асфальтом дорожку, встретил, увидел памятник известного ученого, королева, и чуть не упал, наткнувшись на него. Вот когда подобного рода предложение прочитаешь, ну, я думаю, вы поняли, потому что у многих уже, так сказать, в голове сейчас образовался такой своеобразный переводчик, когда человек читает, он периодически должен возвращаться, но если буквы таких, как я вот специально собрал в кучу много, то надо останавливаться и разбираться, что же за королеве. В королеве, то есть город королев и фамилия королев, ну, когда детишки читают это, маленькие, ну, допустим, я с восьмилетними, там, которые уже умеют читать все, они говорили, мы не понимаем, то есть у них нет образа, вот так работает наш мозг, мы мыслим образами, а точнее при чтении у нас возникает мозг, а по научиму это называется голограмма, и даже если мы не будем так сказать произносить слова, то они как бы у нас иногда и бывает и проговариваются домысленно, так вот дети этому обучаются, когда маленькие, если детей учить и вместо буквы Ё, то мёд превратится в мед, ну, и куча других проблем будет, вот, что этим преследуется, ну, представьте, ребёнок, вот он постоянно читает такие тексты, постоянно ему приходится напрягаться, разбираться, у него таким образом отбивает желание читать, что такое, без чтения нет информации у человека, заметьте, сейчас большинство информации молодые поколения получают визуальные, и наблюдая за молодыми людьми, социологи, психиатры приходят к тому, к такому мнению, что у молодого поколения сформировалось клиповое мышление, расщеплённое, а это того, чего и добиваются в информационной войне так называемые социальные паразиты, представители тёмных сил, то есть их задача в информационной войне превратить человека, чтобы он всё время в состоянии раба или оставался всё время в фазе разумного животного. Фаза разумного животного – это человек, находящийся в фазе разумного животного, это человек, которым управляют инстинкты, а разумный человек, он управляет инстинктами его инстинкты, которые у нас у всех есть, насколько мы эволюционировали из живого мира, из животного, они присутствуют, и вот разумный человек и отличается тем, что он управляет своими инстинктами. И ещё один фактор – вот так манипулируют сознанием, это и есть манипуляция сознанием человека. И ещё один, так сказать, мысль, которую хотел сказать, сейчас вернёмся, то есть это одно из ещё направлений информационной войны, чтобы задержать развитие человека, потому что искусственно создаются условия для человека, чтобы он оставался и до определённого времени, а это обычно до 33 лет где-то находился и в этой жизни не приходил стадию разумного животного в стадию собственного человека. Потому что такими людьми, которыми управляют инстинкты, легче управлять. Вот это тоже один из фронтов информационной войны. И происходит он через манипуляции сознанием человека. То есть согласно знаниям новому фундаменту Николая Левашова, который, я ещё раз повторяю, описан в его книгах «Недародная вселенная», «Последнее обращение к человечеству» и «Сущности разум» два тома, человек разумный это тот, который имеет ментальное тело. То есть помимо физического эфирное тело, это первое тело, которое появляется в случае появления живой жизни. То есть есть природа живая и неживая. Так вот современная наука никогда не объяснит и ни с помощью никакого таких дезакций не объяснит природу появления живой природы, живых организмов без признания, что существуют другие уровни реальности. То есть эфирный, астральный, ментальный или это как по-старому или там остальные первые, второй, третий ментальные уровни. Мы уже говорили в предыдущих передачах и сейчас повторюсь, то есть человек это не только физически плотное тело. И я уже говорил в предыдущих беседах и сейчас повторюсь, что информационная война с помощью различного рода учений, эзотерических и прочих, которые существуют и спокойно распространяются в книгах и интернете. Эта информационная война ведет к неправильному миропоззрению, то есть неправильному пониманию, что же такое человек. А человек это информационное существо. В ходе эволюции мы информационные существа. Почему так для нас важна информация? Почему с помощью информации неправильной информации неправдивой и управляют? потому что если человек не имеет третьего ментального тела, то он и не может не в состоянии управлять своими инстинктами и не может развиваться. И в информационной войне как раз и скрывается вообще в нашей так называемой ну как пишут ученые, социологи и прочее обществе, мировом обществе и прочее вообще не поднимается вопрос цели жизни. Для чего живет человек? Это тоже один из моментов информационной войны. не ставится задача, не поднимается вопрос в чем цель жизни? А цель жизни состоит в развитии. То есть согласно знаниям нового фундамента русского ученого Николая Левашова это развитие наработка новых тел. И повторюсь, как я раньше говорил, нулевой уровень развития, начальный космический уровень развития на нашей планете является, когда вместе с физическим телом у человека присутствует еще шесть, всего семь. Поэтому число семь является сакральным, но это не конец развития, как считают индусы. А только начало и вот от всех людей на планете и скрывают цель, для чего же человек живет на планете, на других планетах. В чем цель жизни? нам говорят, будем строить сейчас, если при советах еще декларировалось, по крайней мере, декларировалось, что общество строит и пытается создать нового человека, творца, декларировалось. Сейчас об этом вообще даже не декларируется, а говорится о том, что наше общество выращивает конкурентоспособного потребителя, как и во всем мире. А потребительское общество это путь, который ведет к катастрофе, потому что способ потребления, безмерного потребления ведет к неограниченной трате ресурсов. Вы знаете, что ресурсы на планете не беспредельны, уже начались войны за ресурсы, и уже наступает во многих районах на планете уже наступила экологическая катастрофа. Вот так цивилизация технического плана, а на нашей планете построена цивилизация неведическая, благодаря тому, что в ходе информационной войны скрыли все знания, о которых я говорил, и цивилизацию специально направили в конце 19 века по пути технического развития, мы об этом тоже говорили, говорили господине товарища Эйнштейне и прочих. Вот это ведет к краху нашего всего земного человечества. Поэтому отсюда делаем выводы. вывод простой. Мы в сегодняшней беседе не я не так сказать затронул всех еще грани информационной войны. Еще можно говорить на эту тему долго, но основной вывод, что чтобы выиграть информационную войну, надо просыпаться. Вот это основной вывод. Об этом часто я говорил на предыдущих передачах и говорит ведущий Алексей Орлов. На этом я закончу. Теперь давайте перейдем к вопросам или сделаем паузу. Я могу сделать музыкальную паузу, полноценную музыку, могу включить просто отбивочку и сразу к вопросам перейдем. Наверное, чтобы не затягивать, я просто коротенькую, буквально минуточку. Продолжение слушайте в следующей части.